Если судить закономерно или нет, дали награду МВП Кавайу Ленарду, то можно здесь разделять сам плей-офф и финальную серию на первые два матча финальной серии и оставшиеся матчи финальной серии. Если говорить о первой части, то есть о первом и втором матче, то естественно никто не рассматривал бы Кавайа Ленарда даже как претендента, учитывая его игру. Он набирал по 9 очков, несколько подборов делал в среднем за матч, но ключевым для него была оборона, его защита против Леброна Джеймса. Он с ней в принципе довольно успешно справлялся, но как претендент на МВП он не рассматривался. Если говорить о том, что произошло с ним после второго матча, я не знаю, что ему говорил Попович, говорил ли ему что-то, каковы дополнительные мотивации он для него нашел. Но мы увидели другого Кавайа Ленарда, который бросает с периметра, который не боится брать на себя инициативу, который смело идет под кольцо, забивает мясные данки в стиле самого Леброна Джеймса, которого он держал, который забивает гениальные футбеки, мы видим. Это был другой Кавай Ленард и этот второй Кавай Ленард действительно являлся претендентом на награду МВП и он ее получил. Мог ли я это предположить? Наверное, пожалуй, нет. Я себя отношу к консерваторам в этом вопросе. Я бы отдал награду МВП Тиму, все-таки он уже подходит к завершению своей карьеры, а Кавай Ленард еще все впереди. Но Лига решила так и, в принципе, мы это решение принимаем, мы не можем оспорить его и, конечно, Кавай заслужил эту награду за три последние игры, его 20+, его 10+, подборов, доминирующая игра на своей половине площадки, под кольцом Майами. Ну, молодец, что я могу сказать.